В одной второй части теплого молока разведем сахар и дрожжи уберем в сторону. Начинаем готовить тесто. Вторую часть молока. Немножечко муки. Первую часть замесим. Дрожжи подошли, выливаем, потихонечку добавляем муки, обратно замешиваем тесто. Тесто замесили, убираем в теплое место минут на 40. Тесто готово, формируем прямоугольный лист в толщину миллиметров 7. Смазываем яйцом обильно, чтобы у нас прилип сахар и мак. Посыпаем сахар в зависимости от того, насколько вы хотите, чтобы пирог был сладкий. Также посыпаем маком. Теперь формируем рулетик, скатывая потихоньку в трубочку. Концы рулетика мы обрежем, они нам еще пригодятся. Выкладываем на пергаментную бумагу в форме публика. Нарезаем полосками, оставляя где-то сантиметр недорезанным. Начинаем формировать пирог. Значит, одну внутрь, две внаружу. Одну внутрь, две внаружу. Вот так вот у нас формируется потихоньку пирог. Вот теперь же один из концов можно положить сверху. Так ножичком красиво украсить. После накрываем полотенчиком и минут 20 даем настояться. После смазываем яйцом обильно и убираем в разогретую духовку до 180 градусов, минут на 30. 30 минут прошло, достаем наш пирог. Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok